С вами Маргарита Воробьёва и полезный дайджест о комфортной жизни в мегаполисе, красота и здоровье. Здравствуйте! Не секрет, что многие семейные пары в наши дни сталкиваются со сложностями при попытке зачать ребёнка. В самых серьёзных ситуациях на помощь приходит метод экстракорпорального оплодотворения. Сейчас на Свердловскую область приходится около 2,5 тысяч бесплатных квот на ЭКО по полюсу ОМС. А значит, у многих появился шанс стать счастливыми родителями. Однако некоторые так и не решаются на процедуру по ряду предубеждений. Вокруг методики до сих пор ходят всевозможные слухи, мифы и откровенные заблуждения. Разобраться в сложной теме и развеять сомнения поможет врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Елена Маясина. Экстракорпоральное оплодотворение – один из методов вспомогательных репродуктивных технологий, при котором зачатие происходит не в теле женщины, а в специальной эмбриологической лаборатории. В настоящее время благодаря ЭКО на свет появилось уже более 5 миллионов детей. Однако этот способ до сих пор воспринимается как нечто сверхъестественное и как всякое чудо, оброс разными домыслами и мифами. Миф первый. Дети, рожденные после ЭКО, отличаются от других детей по состоянию здоровья и умственному развитию. На самом деле это не так. На сегодняшний день есть информация о том, что детки, рожденные после ЭКО, не имеют большей частоты пророков развития внутренних органов. Они не отличаются по умственным развитиям. И есть даже кандидатская диссертация, которая проведена и защищена в Екатеринбурге, которая доказала, что детки, рожденные после ЭКО, они соответствуют по развитию физическому, психологическому и умственному деткам, рожденным естественным путем. Единственное, у них есть такой психологический фактор – это дети, которые более опекаемы. Но это и понятно, потому что это дети долгожданные. Миф второй. Дети, рожденные после ЭКО, в дальнейшем сами не смогут стать родителями. На самом деле это не соответствует правде. Детки, рожденные после ЭКО, имеют такой же шанс стать мамой или папой, как и любой ребенок, родившийся естественным путем. Потому что причины ЭКО, как правило, приобретенные – это патология маточных труб, которые возникают вследствие воспалительных заболеваний. Это мужской фактор бесплодия, который тоже может возникнуть внешний фактор. Миф третий. Программа ЭКО приводит к истощению яичников и раннему климаксу. Это неправда. У женщины при рождении яичника закладывается около 2 миллионов фолликулов. И к возрасту начала менструации – 12-13 лет – количество этих фолликулов приближается к сотне тысяч. В результате программы ЭКО даже при самых больших дозах стимуляции или при самом активном ответе яичников мы можем получить не более 20, максимум 30 яйцеклеток. Соответственно, десятки тысяч яйцеклеток остаются в яичнике, и они потом функционируют и могут привести к рождению ребенка, в том числе и естественным путем. И нередки случаи, когда пациентка преодолевала бесплодие и рожала ребенка при помощи ЭКО, а затем она получала беременность абсолютно естественным путем. Миф четвертый. Из-за гормональной стимуляции после ЭКО повышается риск развития онкологических заболеваний. На сегодняшний день гормональный препарат для стимуляции в мире применяется уже в течение 50 лет. И за этот период времени было проведено масса исследований, которые показали, что нет зависимости между применением гормональной стимуляции, бесплодием и частотой развития рака яичника и рака молочной железы. Другие локализации рака, гормон независимые, которые развиваются вне зависимости от того, получает женщина гормон или не получает женщина гормон, естественно, никак не могут быть взаимосвязаны и к развитию с проведением попытки ЭКО. Ну и последнее. Считается, что процедура экстракорпорального оплодотворения достаточно дорогая и доступна далеко не всем. Однако сейчас, благодаря господдержке, существует программа бесплатного ЭКО по полису ОМС. Таким образом, шанс стать счастливыми родителями теперь появился у многих супружеских пар. Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на втором-третьем месяце беременности. Диагностика и лечение бесплодия. ЭКО. Центр семейной медицины. Обретая будущее, с нами уже 15 лет. Ждём вас по адресу. Ночдива-Васильева, 1, корпус 3, телефон 237-1999. Ключевые признаки болезни опорно-двигательного аппарата – боль, отёчность и нарушение функции сустава. Многие люди, наблюдая подобные проблемы, пытаются справиться с ними самостоятельно. Но следует помнить, что все эти симптомы при разных болезнях могут проявлять себя по-разному. А значит, каким будет лечение, может решать только опытный врач. Ударно-волновая терапия, плазмолифтинг, высокоинтенсивная лазеротерапия. В арсенале современной медицины масса безболезненных и эффективных способов лечения. Подробнее о них расскажем в следующем сюжете. При появлении боли в суставах многие предпочитают заглушить её лекарствами. К врачам обращаются, когда болезнь достигает пика. Боль становится невыносимой, а сустав не может работать, как прежде. Раньше в подобных случаях был возможен один выход – заменить изношенный сустав на протез. Но медицина не стоит на месте. Её возможности шагнули далеко вперёд. Сегодня врачи предпочитают отказываться от лекарственных методов воздействия в связи с большим риском осложнений. А также ищут альтернативу оперативным методам лечения. Благодаря инновационным технологиям сегодня можно помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности. Чтобы суставы вновь стали прочными и гибкими, их нужно освобождать от солевых отложений, травмирующих костных наростов и фиброзных образований. С этой задачей прекрасно справляется ударно-волновая терапия. Вместо протезирования врачи научились восполнять дефицит хрящевых тканей. Эластичная хрящевая прослойка играет роль амортизатора. Без неё кости оголяются и травмируют друг друга. Доктор, я уже несколько лет не прекращаю пью хондопротекторы. Неужели теперь только протез? Можно обойтись и без таких крайних мер. С возрастом обновление клеток замедляется. Но скрытые резервы организма можно простимулировать при помощи плазмолифтинга. Это наиболее перспективное направление в ортопедии сегодня. Плазма – это биоматериал из собственной крови пациента. Она нетоксична и не вызывает аллергии. Исключаются осложнения и побочные эффекты. Вместе с тем инъекции, очищенные обогащённой тромбоцитами плазмы, заставляют клетки активно делиться. Поражённые ткани сустава быстро обновляются и через некоторое время сустав становится как новый. Я спортсмен. Вчера на тренировке работал со снарядом и сбил кисть. К вечеру рука разбухла и болит. Скоро соревнования. Мне нельзя пропускать тренировки. В вашем случае наиболее эффективно будет лечение высокоинтенсивным лазером. Всего несколько сеансов способны привести сустав в норму. И вы сможете тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Высокоинтенсивный лазер быстро проникает к месту поражения и оказывает мощное противовоспалительное и биостимулирующее действие. Лазер может моментально снять даже острый приступ боли. И не нужно долго ждать, пока подействует укол или таблетка. Не терпите боль, а вовремя обращайтесь за помощью к специалистам. Сидя за столом, поднимите правую ногу от пола и делайте круги по часовой стрелке. Теперь, продолжая движение, правой рукой нарисуйте в воздухе цифру 6. Ваша нога изменит направление, и вы ничего не сможете с этим сделать. Сфера проктологии, наверное, самая деликатная в медицине. Обычно такие пациенты тянут до последнего с визитом к врачу, испытывая при одной лишь мысли о походе в больницу целую гамму негативных чувств. Однако в Европе поход к проктологу – признак хорошего тона, а в Израиле все пациенты за 40 обязаны посещать проктолога раз в год. Многие российские врачи тоже призывают к тому, чтобы визит к проктологу включили в профессиональные осмотры. Ведь, по данным статистики, более 80% людей сталкивались с заболеваниями прямой кишки. Почему важно регулярно посещать этого узкого специалиста и чего ожидать от приема, расскажем в следующем сюжете. Его называют болезнью интеллектуалов, царской болезнью и спутником цивилизации. Об этом недуге редко говорят в обществе, несмотря на то, что в течение жизни с ним сталкивается 8 из 10 человек. С проблемой геморроя не понаслышке знакомы офисные работники, кассиры, беременные женщины. В современном мире очень большое количество людей подвергается гиподимномии. Это связано с длительным сидячим образом жизни, в основном на рабочем месте. Например, у офисных работников, также у профессиональных водителей. Что приводит к таким заболеваниям, как, например, геморрой. Малоподвижный образ жизни, недостаточная физическая активность сказываются на всех функциях нашего организма, в том числе сосудах. Кровь, поступая к прямой кишке, застаивается, стенки сосудов расширяются и деформируются, образуя так называемые геморроидальные узлы. Человек начинает испытывать дискомфорт при испражнениях и боль в области заднего прохода. Но даже с этими симптомами люди не спешат обращаться к врачу. Это, конечно, не всегда грозит жизни больного, но доставляет много неприятностей. Может быть кровопотеря хроническая, что приводит к таким сопутствующим заболеваниям, как анемия. Может осложняться тромбозами. Тромбозы, в свою очередь, очень болезненно себя проявляют. Становится невозможно сидеть, становится больно ходить в туалет. Поэтому всё-таки необходима консультация проктолога. Как известно, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Людям, находящимся в группе риска, рекомендуется проходить обследование у врача-проктолога не реже одного раза в год. Ещё недавно лечение геморроя представляло собой неприятный и довольно болезненный процесс. Сегодня проктология располагает множеством методик, позволяющих избавиться от болезни на любой стадии её развития. В том числе и малотравматичными техниками, такими как наложение латексных колец на узлы, склеротерапия, легирование, инфракрасная коагуляция геморроидальных узлов. Перечисленные процедуры происходят безболезненно за один приём и не требуют от больного ограничений по работе. То есть на больничный лист человек не уходит, возвращается к своему обычному труду, к своей обычной жизни в тот же день. Малоподвижный образ жизни, стрессы, вредные привычки и неправильное питание. Причины множества заболеваний. Своевременное обращение к врачу – ключ к сохранению вашего здоровья и качества жизни. Геморрой Знаете ли вы, что геморрой – исключительная человеческая болезнь, которой не страдают животные? Некоторые учёные связывают это со способностью человека к прямохождению. Эффективное лечение геморроя без боли, без операций, без потери работоспособности. СМТ-клиника. Комфортная проктология с гарантией. На Серова-45 восстановлен тыл опять. Скоро летний отпуск. У моря, на даче или где-нибудь на пляжах местных озёр. В любом случае, солнечные лучи заставят отказаться от верхней одежды, а значит, придётся демонстрировать свою фигуру посторонним людям. Всё, что было скрыто – складочки на талии, лишние сантиметры на бёдрах – будут казаться вовсе не безобидными недостатками, а самой настоящей проблемой. Согласитесь, допускать такой ситуации совсем не хочется. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня под нож хирурга ложиться не обязательно. Катерина решила опробовать на себе метод безоперационной ультразвуковой липосакции. Специалисты утверждают, что такая липосакция комфортна, безболезненна, не оставляет шрамов и жировым клеткам тоже не оставляет ни единого шанса. Принцип прост. Жировые клетки погибают и затем покидают организм с обменом веществ. Секрет стойкого эффекта похудания при ультразвуковой липосакции в том, что адипоциты погибают, не имея возможности снова накапливать жир. Адипоцит – это клетка, из которой состоит жировая ткань. Количество адипоцитов у каждого определено с рождения. Жировые клетки не делятся, но зато могут многократно увеличиваться, накапливая жир про запас. При диетах жировые клетки худеют, сплющиваются, но остаются целы и при первом случае снова восполняют потерянные запасы жира. Ультразвук разрушает оболочку адипоцитов. Жировая клетка лопается, не имея возможности больше накапливать жир. Раньше Катерина сидела на разных диетах, считала калории и пробовала раздельное питание. Несмотря на все мучения, вес, если уходил, быстро возвращался. Иногда вернувшихся килограммов было даже больше, чем потерянных. Девушка и представить не могла, что худеть можно так просто. Без диет и тренировок. Просто лежишь и худеешь. Наша следующая героиня – Оксана – всегда была стройной и подтянутой. В молодости активно занималась спортивной гимнастикой, танцами и даже балетом. С рождением двух сыновей времени на спорт не осталось, и Оксана набрала вес. Сейчас вернуть в былые формы Оксане помогает курс криалиполиза. Эксперты утверждают, что один сеанс криалиполиза разрушает до 25% жировой ткани и помогает потерять до 6-8 сантиметров. А что такое криалиполиз? Метод, разработанный гарвардскими учеными, холод направлено воздействует на жировую прослойку, не затрагивая другие ткани. Температура в минус 6 градусов оказывается губительной для жировых клеток и запускается естественный процесс отмирания жировых клеток. Неужели ты собралась худеть? По-моему, это лишнее. Худеть нет, но даже стройную девушку что-то может не устраивать в ее прекрасном теле. А что хочешь убрать ты? А я хочу, чтобы руки были изящными, кожа на них упругой и подтянутой. И чтобы внутренняя поверхность бедра тоже была в тонусе. 4D-моделирование фигуры – еще одна новинка в индустрии красоты. По заверению специалистов, метод направлен воздействует на проблемные зоны, уменьшая объемы именно там, где это необходимо. Вообще, 4D-моделирование сочетает несколько передовых технологий. Кавитацию, эрофлифтинг, инфракрасный лазер и вакуумно-роликовый массаж. И благодаря этому воздействует сразу в 4-х направлениях. По мнению разработчиков, с помощью этого метода можно быстрее расстаться с лишними сантиметрами, устранить целлюлит, удалить растяжки и сделать кожу более подтянутой и упругой. А мой мой замечательный! Знаешь, Любава, все-таки мне кажется, самый страшный враг фигуры – это зверский аппетит. Я вот, например, просто обожаю сладкое, ничего не могу с этим поделать. Для людей с вредными пищевыми привычками учеными разработаны методы, которые позволяют закрывать рот на замок. Борис, ты готов? Я готов. Например, электро-нейростимуляция. Метод воздействует на биологически активные точки, отвечающие за чувство голода и обмен веществ. Микроимпульсы тока распознаются как команды собственной нервной системы и тут же получают ответ. Как утверждают специалисты, напрягаться не нужно. Организм сам ускорит обмен веществ, начнёт лучше усваивать питательные вещества и усилит чувство насыщения. Такое лёгкое покалывание? Наверное, что-то происходит внутри. Это пропадает мой аппетит. С вами были Любава и Борис, специальные корреспонденты по борьбе с лишним весом. Обрести идеальное тело в нашей жизни стало так просто. КОНЕЦ С вами была Маргарита Воробьёва и это всё, о чём мы успели рассказать вам на этой неделе. В следующей программе ещё больше полезных советов, которые уже готовит наша редакция. Увидимся совсем скоро. Одежда ведущей предоставлена сетью салонов женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова